Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова. И вот главные темы этого выпуска. Найдено тело еще одного пропавшего в результате селевого потока. Для обеспечения безопасности туристов в Карадахе планируется открыть информационный центр. Мука, рис, сладости и не только. Вакцинированных дагестанцев старше 60 лет обеспечивают продуктовыми наборами. Собери детей в школу. В преддверии учебного года фонд «Инсан» провел благотворительную акцию для малообеспеченных семей. Около села Майданское у Цукульского района нашли тело еще одного жителя Левашинского района. Его вместе с машиной унесло селевым потоком. Родственники опознали тело молодого человека. Поиски еще одного пропавшего продолжаются. Ненайденным остался турист из Москвы. В поисковой операции задействованы дагестанские поисково-спасательные отряды МЧС Дагестана. Тем временем в Карадахе планируют создать туристический информационный центр с санитарной зоной. Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил Гунибский район, где развернут оперативный штаб МЧС для поиска людей. Абдулпатах Амирханов поговорил со спасателем и обсудил с представителями профильных министерств дальнейшее функционирование туристического объекта. Амирханов отметил, что первоочередными по линии развития туризма в республике являются вопросы обеспечения безопасности на туристических объектах. В этой связи Минтуризму Дагестана поручено проработать вопрос создания в Карадахе туристического информационного центра. Это будет небольшой центр с самым необходимым для оказания первой помощи. Также в центре будет предоставляться информация о возможностях размещения туристов в гостиницах. Пример-министр добавил, что аналогичные центры должны появиться и в других муниципальных образованиях, где увеличивается поток туристов. 100 грамм мифедрона обнаружили у Махачкалинки. На контрольно-пропускном пункте в Каспийске был остановлен автомобиль. Ранее сотрудникам МВД поступила информация, что 30-летняя пассажирка может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе досмотра полицейские обнаружили в дорожной сумке девушки полимерный пакет с мифедроном. Весом почти 100 грамм, что рассчитано примерно на 490 разовых доз. Правоохранители полагают, что наркотики подозреваемая хранила для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Скажите, за что вас задержали сотрудники полиции? Вы где живете? Почитайте делать это. Вас за что задержали? Я не буду разговаривать. Наркотики откуда у вас? Я не буду разговаривать. Дагестан с рабочим визитом посетил начальник управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин. Вместе с министром внутренних дел республики Абдурашидом Магомедовым он осмотрел отделы МВД в Карабадахкенском районе и в Каспийске, где встретился с сотрудниками временных оперативных групп. Руководители пообщались с личным составом и обсудили насущные вопросы, в том числе готовность полицейских к единому дню голосования. Вместе с подчиненными Бачурин осмотрел территорию, административные и жилые помещения и оценил жилищно-бытовые условия, созданные для сотрудников. Помимо этого, делегация возложила цветы к мемориалам, установленным в местах дислокации. Далее Сергей Бачурин и Абдурашид Магомедов посетили отдел полиции по Ленинскому району столицы республики и оперативную группу, где ознакомились с порядком организации несения службы дежурных частей и пообщались с личным составом. В рамках координационного совещания Сергей Бачурин вручил грамоты и благодарности наиболее отличившимся дагестанским полицейским. На территории Махачкалинского пляжа началось строительство базы поисково-спасательной службы МЧС Дагестана. На месте возведения глава города Салман Дадаев заложил капсулу с посланием будущему поколению. После торжественной церемонии городоначальник отметил, что наличие спасательной службы на набережной послужит своевременному оказанию помощи пострадавшим. Отмечу, что подобные службы имеются в Каспийске, Сбербаши и в Кайкенском районе. Чиновники пожелали спасателям чаще проводить учения и тренировки. Завершить строительство объекта планируют в конце этого года. Здесь также оборудуют медицинский пункт. Безопасные условия труда, достойная заработная плата и соблюдение гражданских прав. Эти вопросы всегда были в центре внимания профсоюза. Но сегодня они приобрели особую актуальность. Школа профсоюзного лидера при Республиканском комитете профсоюза работников здравоохранения продолжает обучение председателей первичных организаций. Стартовал третий блок. Уже 40 человек ознакомились с основами программы. Подробности у Натальи Ханбабаевой. Современный председатель профсоюза должен обладать как набором лидерских качеств, так и быть компетентным в правовой и финансовой сфере. Специалисты ДАК профздрава подготовили обучающие программы для лидеров. Здесь затронуты вопросы защиты социально-экономических прав медработников, особенности проведения специальной оценки условий труда и организации санитарно-курортного лечения. Ну, конечно, это очень полезно, я скажу, хотя я очень много лет возглавляю первичную профсоюзную организацию, я сегодня очень много получил, новые планы знаний, было все доступно объяснено, на вопросы мы получили ответы. С чего начать и как правильно расставить приоритеты в работе комитета? Школа профсоюзного лидера уделяет особое внимание новичкам. Большинство из них раньше занимались общественной работой, но с тонкостями профсоюзной деятельности не знакомы. А с учетом распространения коронавируса ответственность за медработников выросла в разы. Сегодня, в период разрастающейся опасности пандемии, усиления распространения коронавирусной инфекции, мы просто обязаны создать достойные условия труда для медицинских работников и обеспечить их справедливой заработной платой. Уже 40 председателей из разных городов и районов республики прошли обучение в школе профсоюзного лидера. Профлидеров знакомят с социальными программами, которые реализуют РИСКОМ. Их 11, и все они направлены на поддержку медработников в различных ситуациях. По мере моей работы было очень много вопросов, очень много новых сотрудников, которые вообще впервые столкнулись с профсоюзами. Естественно, они, обращаясь ко мне, у меня у самой возникали в голове вопросы, что и да как. И, конечно же, благодаря таким занятиям, которые сегодня проводилось, очень многое для меня стало уже ясно. По окончанию образовательной программы все участники получили комплект методических пособий и документов, который станет настольным руководством и поможет в оформлении отчетов. Наталья Ханбабаева, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Горожан старше 60 лет, которые прошли вакцинацию, начали обеспечивать продуктовыми наборами. В их состав входят мука, рис, макароны изделия, сахар, чай и сладости. Продукты пожилым людям выдают на пунктах вакцинации у Центральной площади, в Русском и Аварском театре, а также на территории стадиона имени Елены Исимбаевой. В случае необходимости волонтеры городского корпуса помогут довести набор до места жительства. Как сообщает Минздрав, количество вакцинированных в регионе увеличивается. Хотелось бы выделить два пункта вакцинации. Это на стадионе имени Елены Исимбаевой и у Русского театра, где мы сейчас находимся. Администрации города, лично главой города предусмотрены продуктовые наборы для лиц старше 60 лет. И в этот набор входит все самое необходимое. Вообще сама тенденция и динамика вакцинирующихся с каждым днем увеличивается. На сегодняшний день порядка более 300 тысяч уже вакцинировано на территории республики. Я уверен, что и дальше эта работа будет планово продолжаться. Полторы тысячи нуждающихся детей со всей республики получили школьные принадлежности. Благотворительный фонд «Инсан» в очередной раз провел акцию «Собери детей в школу». Подробности в следующем сюжете. Аниматоры, игры и вкусный ужин на территории отеля «Марва» детишкам устроили настоящий праздник. Из сухого льда выделяется что? Это из города, вы увидите заказ. В преддверии нового учебного года только в Махачкале «Инсан» помог собрать в школу более 400 детей. Эти ребята из нуждающихся семей – подопечные фонда. Фонд «Инсан» уже на протяжении 10 лет организовывает по всей республике Дагестан акцию «Собери детей в школу». Акция, которая включает в себя обеспечение детей из нуждающихся семей, подготовки к школе именно канцелярскими товарами, школьными принадлежностями, портфелями. Ребятню с началом нового учебного года поздравили начальник управления образования Махачкала и имениты, спортсмены и общественники. Вот уже на протяжении 10 лет благотворители помогают малоимущим семьям. Как мы можем оставаться в стороне наших младших братьев и сестер, которые в силу тех или иных обстоятельств оказались в трудном положении? Мы считаем своим долгом помочь канцелярские принадлежности, школьные принадлежности, портфели, ручки. Я думаю, что люди, которые занимаются бизнесом предпринимателей, они как раз в эту минуту должны оказаться рядом. Поэтому наш долг, ничего особенного в этом не вижу. Еще раз повторяю, я один из сотен, которые здесь присутствуют. Помимо канцелярских принадлежностей, родителям детей оказали и финансовую помощь. Деньги должны пойти на покупку школьной одежды ребенку. Мы благодарны, очень благодарны. Спасибо им огромное. Настолько честно, я даже слез не могу сдержать. Огромное спасибо. В этом году благотворительный фонд помог подготовиться к школе почти полутора тысячам детей по всему Дагестану. Для обеспечения школьными принадлежностями ушло порядка пяти миллионов рублей. Фонд «Инсан» выражает благодарность всем неравнодушным к проблемам нуждающихся семей. Дагестанские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате России среди ветеранов. Турнир прошел в башкирском городе Салаватя. Золотой медаль нашей команде принес Зелимхан Суракатов. Он выступал в группе М7 весовой категории до 81 килограмма. Серебряным призером чемпионата России также веса до 81 килограмма в группе М6 стал Ирилар Физулаев. И на сегодня это были все новости. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч!